На хлебнике. Мещанин Михаил Петров Зотов, старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным. Стало быть, был пятый час, не больше. Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке он долго стоял перед образом и молился, прочел Отче наш, Богородицу, Верую и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил в свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем дополнить свою старость. Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом. «Ну, загудел!» – проворчал Зотов. «Гуди на свою голову!» Тут же, кстати, старик вспомнил, что в истекшую ночь ему снилась печь, а видеть во сне печь означает печаль. Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз он с особенной любовью погрузился в решение вопросов, к чему гудит самовар, какую печаль пророчит печь. Сон на первых же порах оказался в руку. Когда Зотов выполоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки. «Жизнь каторжная!» – ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба. «Экая доля собачья! Чаю нету! Добро бы простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец! Сыромота!» Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое, похожее на кринолин пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши, сшитые сапожником Прохорычем в 1867 году, и вышел на двор. Воздух был сер, холоден и угрюмо покоен. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморзью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка, и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро. К нему подошла его собака, Лыска, большой дворовый пес, белый, с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила Лыска-робка, трусливо изгибаясь, точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость. Зотов сделал вид, что не обращает на нее внимания. Но когда она, слабо шевеля хвостом и по-прежнему изгибаясь, лизнула ему калушу, то он сердито топнул ногой. «Шла, чтоб ты издохла!» — крикнул он. «Проклятая!» Лыска отошла в сторону, села и уставила своим единственным глазом на хозяина. «Черти!» — продолжал Зотов. «Вас еще не доставало, Иродов, на мою голову!» И он с ненавистью поглядел на свой сарай с кривой поросшей крышей. Там из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, подалась вперед, и из сарая показалась целая лошадь. Такая же дряхлая, как лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась, точно сконфузилась. «Провала на вас нет!» — продолжал Зотов. «Не сгинули вы еще с глаз моих, фараоны каторжные! Небось, кушать желаете!» — усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. «Извольте сию минуту! Для такого стоящего рысака, овса самолучшего, сколько угодно, кушайте сию минуту, и великолепную дорогую собаку есть чем покормить! Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно!» Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше. Под конец он, не вынося накипевшие в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор. «Не обязан я кормить вас, дармоеды! Я не миллионщик какой, чтоб вы меня объедали и опивали! Мне самому есть нечего, о, дры поганые, чтоб вас холера забрала! Ни радости мне от вас, ни корысти, а одно только горе и разоренье!» «Почему вы не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, черт с вами! Но не желаю вас кормить! Довольно с меня! Не желаю!» Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что их попрекают куском хлеба? Не знаю. Но животы их еще более втянулись, и фигуры съежились, потускнели и стали забития. Их смиренный вид еще более раздражил Зотова. «Вон!» — закричал он, охваченный каким-то вдохновением. «Вон из моего дома! Чтобы глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать! Вон!» Старик засеменил к воротам, отворил их и, подняв с земли палку, стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала в ворота. Собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов двадцать, остановились у забора. «Я вас!» — пригрозил им Зотов. Выгнав нахлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу. Лошадь и собака, как вкопанные, стояли у забора и уныло глядели на ворота. «Поживите-ка без меня!» — ворчал старик, чувствуя, как у него от сердца отлегает злоба. «Пущай-ка кто другой поглядит, теперь за вами! Я и скупой, и злой, со мной скверно жить, так поживите с другим!» «Да!» Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыто наворчавшись, Зотов вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул. «Ну, чего стоите? Кого ждете?» Встали поперек дороги и мешают публике ходить. «Пошли во двор!» Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно, чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала. «Жить живите, а уж насчет корма на кося выкуси!» — сказал Зотов, впуская их. «Хоть околивайте!» Между тем, сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце, его косые лучи заскользили по осенней изморози, послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Ивановичу, торговавшему в бокалейной лавке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и заговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих, и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время, а когда мальчишка-лавошник притащил большой чайник с кипятком, и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел. «А у меня к тебе просьба, Марк Иванович!» — начал он после шестого стакана, стуча пальцами по прилавку. «Уж ты того! Будь милостив! Дай и сегодня мне осьмушку овса!» Из-за большого чайного ящика, за которым сидел Марк Иванович, послышался глубокий вздох. «Дай! Сделай милость!» — продолжал Зотов. «Чаю уж так и быть не давай нынче, а овса дай! Конфузно просить! Одолел уж я тебя с своей бедностью, но лошадь голодная!» «Дать-то можно!» — вздохнул кум. «Отчего не дать? Но на кой лиший, скажи, на милость ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то, фу, глядеть совестно! А собака — чистый шкелет! На кой черт ты их кормишь? Куда же мне их девать? Известно куда. Сведи их к Игнату на живодерню. Вот и вся музыка. Давно пора им там быть. Настоящее место!» «Так-то оно так! Оно, пожалуй...» «Живешь в Христораде, а скотов держишь!» — продолжал кум. «Мне овса не жалко! Бог с тобою! Но уж больше, брат, того! Начетисто каждый день давать! Конца края нет твоей бедности! Даешь, даешь! И не знаешь, когда всему этому конец придет!» Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу. «Помирал бы ты, что ли?» — сказал он. «Живешь и сам не знаешь для чего! Да ей-богу! А то, коли Господь смерти не дает, шел бы ты куда-не наесть в богодельную или странно приютный дом!» «Зачем? У меня родня есть! У меня внучка!» Изотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины. «Она обязана меня кормить!» — сказал он. «Ей мой дом останется! Пущай же и кормит! Возьму и пойду к ней!» «Это стало быть, понимаешь, Глаша, Катина дочка! А Катя, понимаешь, брата моего Пантелея-патчерица! Понял? Ей дом достанется! Пущай меня кормит!» «А что ж! Чем так, Христа ради жить, давно бы пошел к ней!» «И пойду! Накажи меня, Бог, пойду!» «Обязана!» Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением. «Я давно к ней собираюсь! Сегодня же пойду!» «А ну, конечно! Чем так шалтай-болтай ходить и с голоду околевать, давно бы на хутора пошел!» «Сейчас пойду! Приду и скажу! Бери себе мой дом, а меня корми и почитай! Обязана! Холи не желаешь, так нет тебе ни дома, ни моего благословения! Прощай, Иваныч!» Зотов выпил еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспешил к себе домой. От водки его развезло, голова кружилась, но он не лег, а собрал в узел всю свою одежду, помолился, взял палку и пошел со двора. Без оглядки, бормочая, стуча о камне палкой, он прошел всю улицу и очутился в поле. До хутора было верст десять-двенадцать. Он шел по сухой дороге, глядел на городское стадо, лениво жевавшее желтую траву, и думал о резком перевороте в своей жизни, который он только что так решительно совершил. Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно. Не прошел он по полю и версты, как позади послышались шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул руками. За ним, понурив головы и поджав хвосты, тихо шли лошадь и лыска. «Пошли назад!» — махнул он им. Те остановились, переглянулись, поглядели на него. Он пошел дальше, а не за ним. Тогда он остановился и стал размышлять. К полузнакомой внучке Глаше идти с этими тварями было невозможно. Ворочаться назад и запереть их не хотелось. Да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся. «Сарай издохнут!» — думал Зотов. Нежто и впрямь к Игнату. Изба Игната стояла на выгоне, в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах. Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный пар от щей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой о Сулиме. Помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались два глухих удара, один по черепу, другой от падения большого тела. Когда Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался еще третий удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он в дуру и спьяно, увидев два трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб. Потом, до самого вечера, его глаза заволакивало мутной пеленой, и он не мог разглядеть даже своих пальцев. Продолжение следует...